всем привет на канале настольный хаус сегодня рассмотрим флешитеров по просьбам трудящихся поэтому как бы не стесняйтесь пишите в комментариях чего вы хотели увидеть поскольку возможно у меня уже есть какие-то заготовки и просто не доходили руки по поводу флешитеров их по зиме немножко обновили модельный ряд и переписали правила для warcry и в целом углы как-то получилось это через одно место если честно если говорить кратко они как бы порезали правила старым моделям дали новые правила новым моделям но не то чтобы они там круто как-то заиграли теперь но с бэквой точки зрения это очень интересная скажем так фракция мемная достаточно чего только стоит что это бывшее королевство бретонии жалко на модель как мало тряпок различных потому что если бы были тряпочки я бы наверное у себя их красил бы в цвета бретонии ну и вот бэквой артик это то что они немножко все обезумели и видит себя не так как они есть на самом деле ну и моделька у шарана вышла просто бомбическая как по мне огромная штука красивая перейдем к обилкам соответственно у нас теперь две реакции первая реакцию могут сделать все это понизить атаку на 1 если вы стали целью атакующего действия принципе за счет этой реакции наверное в предыдущие правила выживали вот эти наши мелкие гули вторая реакция соответственно ее могут сделать только новый юнит вот этих great городов условно обгрейзенных гулей а соответственно они если находятся в пределах трех от дружеского героя могут забрать с него соответственно вунды если этих вундов хватает чтобы убить его в целом интересная реакция как может спасти вас на последних ходах дальше базовые обилки дубль соответственно до конца раундов битвы вражеский боец в пределах 6 если будет делать дизенгейдж то нанести ему до 6 очков урона базовый квад добавить одну атаку и одно очко урона дружеским бойцам в пределах трех до конца соответственно их активации звучит как бы сильно но квад редко и маленький бабл в 3 как по мне соответственно дальше идут у нас две обилки базовые для всех лидеров это соответственно за триплет после убийства мы можем полечить всех дружеских бойцов в пределах 6 от себя наполовину от обилки и если он юнит имеет рунную матку фрэндит это на один из наших лидеров то добавьте 4 к значению обилки то есть максимум до 7 то есть условно на 7 вундов мы можем одну модель всего листа при полечить и квад добавить одну атаку для всех дружеских бойцов в пределах девяти и соответственно если наш герой струнный маркер берсеркера использовать эту обилку можно добавить значение этой обилки на расстояние то есть таким образом мы можем разогнаться ну максимально до 15 дюймов что очень много по факту это все поле будет но это квад и плюс одна атака для квада ну помет да бабал большой принципе если он выпал квад наверное есть вариант на него заложиться но это будет редко переходим к рассмотрению бойцов начнем с гулей разного вида старые базовые гули это 60 очков в 3 атаки третьей силы урон 1 3 5 ему в третьей стойкость 8 жизней принципе не неплохи такие ребятки и соответственно их нужно иметь какое-то количество потому что они будут затыкать наш ростер когда нам не будет хватать очков из них мы можем собрать условно двух лидеров один имеет 4 атаки с уроном 2 4 и 3 силой и чуть побольше жизни и второй имеет 4 атаки 4 силой и с уроном 2 4 и у него еще побольше жизни а так в целом они не сильно друг от друга отличаются у новой трубцы гварди немножко поинтизе поинтереснее у них два варианта закачки это условно ближний бой и алебарда ближний бой это 80 очков алебарда 85 5 ему в четвертой стойкость 10 жизней и там и там три атаки третьей силы но урон уже 23 и у алебарда соответственно дальность 2 дюймов они будут достаточно выживаемые 5 мув они достаточно мобильные и урон 23 то есть они еще кого-то заковырять могут что касается лидеров у лидеров плюс минус то же самое ближний бой получил плюс атаку не 4 атаки урон 24 а соответственно алебарщик получил плюс силу у него четвертая сила но единственное здесь говорят что-то на ложе аннули потому что у них не может быть 10 вундов у них должно быть больше но минимум это наверное 16 а то и 20 потому что даже по варкриевскому калькулятору именно такие статы оцениваются где-то в 100 в 110 очков что очень меня на самом деле печалит потому что в лидер с алебарды это достаточно интересный был бы вариант если бы у него вундов был побольше и и всем нашим миньонам соответственно доступ доступ доступна обилка за дубль и соответственно мы можем устроить условно двойную активацию поактивирует еще одного парня но парня с руннометка миньона на последних ходах это очень полезно кого-то добить дальше переходим к нашим большим старым мужичкам коробка у нас позволяет собирать целую кучу вариантов на из трех моделей это соответственно пеший грифт хоррор и летающий грифт флэйр и куртье пеший и варгуль это летающий он идет не в листе флэшиттеров он идет в листе вампиров но соответственно его можно использовать как союзника пеший хоррор 6 мув 4 стойкость 28 жизни 180 очков 4 атаки 4 сил с уроном 24 то есть хороший такой плотненький быстренький юнит вариация лидера получает плюс 1 на крит и немножко вундов но соответственно у них никаких нет с каких-то обилок для них непосредственно вариация летающего парня это 235 очков 10 мув метков fly показатели все те же лидер так же как и пеший плюс 1 на крит и плюс чуть-чуть вундов и соответственно вариация куртье 315 очков и еще чуть чуть больше вундов и плюс 1 на силу для них доступна обилка за триплет в пределах шести оппонент не может использовать реакции интересная обилка потому что у некоторых банд все-таки сильные бывают реакции плюс также за счет наверное каунтеров можно убивать большие толстые юниты по типу вот этих вот ороров и инфернолов поэтому порезать реакции может быть удобно ну условно если вы играете против оппонента у которого много дешевых юнитов ему нет смысла сбить у нас будет каунтерами долбить ну вот каких-то таких вот здоровых а таким образом вы ему режете реакции и спокойненько его добиваете потому что профиль базовый у вас достаточно сильный пеший куртье 255 очков четвертый от нас на тав нас 4 атаки 5 сил с уроном 25 и соответственно варгейстова он же варгуль если вариации лидера 260 очков восьмой мув четвертый тав нас 32 жизни 4 атаки 4 сил с уроном 25 то есть этого парня мы можем взять как союзника из листа вампиров и в отличие от всех которые здесь представлены других юнитов у него есть хотя бы обилка позволяющая ему дополнительно совершить бонусное действие после убийства ну как у большинства героев принципе как бы в этом плане он наверное будет даже поинтереснее того же инфернала хотя инфернала летает вроде на 10 а это на 8 но остальные показатели них одинаковые так переходим к наездником на мышах это вот новый юнит 220 очков 10 мув пятый тав нас 20 жизней у него вооружен он копьем соответственно 3 атаки четвертой силы с уроном 34 плюс метка флай то есть это более плотная моделька по отношению к инферналом чуть чуть меньше у нее вундов но при этом как бы вроде атаку она теряет но у нее базовый урон тройка не четверка как у не двойка как у соответственно предыдущих всех и лидерская вариация 25 вундов у него стало и плюс 1 атака соответственно у него стало 4 атаки стоит он 295 очков ну статы достаточно интересные и за триплет доступна интересная обилка которая позволяет совершить бонусный выход из хтх и затем бонусно помуваться то может помочь вам делать какие-то миссионные действия или соответственно если где-то ваш фланг прожимает вы можете переместиться 10 ему в слоем это очень много базу этой штуки большая как видите вот для новых миниатюр обилки вроде как рабочие на этом у нас все трубцовые юниты закончились остались только лидерские вариации разные рассмотрим двух юнитов в старых соответственно это обхаранта хрегент 205 очков 5 ему в четвертой стойкость 25 жизней 4 атаки четвертой силы с уроном 35 как бы это такой наризатор средненьких юнитов каких-то дополнительных обилок у него нет кроме упоминания в общем листе с насчет его рунной метки гулькинг соответственно у нее есть старая моделька это вот которая со скалы прыгает и новая моделька ну да там гулькинг с короной согласен это типа по полностью другая миниатюрка это тот же обхарант только немножко порезанный в плане вундов и так же у него нет особо каких-то обилок кроме упоминания о нем в общей обилке дальше едут наши новые лидерские юниты это соответственно кардинал 130 очков 5 ему в четвертой стойкость 16 жизни 3 атаки 3 сил с уроном 23 но такой как бы слабенький юнит но у него интересная достаточно обилка выберите вражеского бойца в пределах трех киньте кубик на 3 плюс у него соответственно следующую активацию будет меньше ну на одно действие меньше переговорщик 155 очков 5 ему в четвертой стойкость 16 жизни 3 атаки 4 силы с уроном 24 дальность 2 дюйма у него достаточно интересная обилка за триплет выбираем вражеского бойца в пределах трех дюймов и типа предлагаем ему кость это наше подношение чтобы было мирное мирное действие если он ее принимает после активации нашего бойца бросаем кубик на 5 плюс соответственно он умирает если он ее отклоняет он не может использовать способности никакие то есть таким образом мы можем какого-нибудь одного лидера порезать в полно обилочки либо наоборот если человек хорошо кидает он примет эту кубики и примет эту кость и у него ничего не будет а триплет мы потратили как бы ну тоже так обилка вроде как интересная и крутая но вот куча нюансов не дает ее реализовать по полной палач 175 очков тот же профиль но у него дальность 2 2 атаки 5 силы с уроном 4 5 то есть это такой вообще хороший урон у него претендент на то чтобы ему блессинг на плюс атаку выдать и самая крутая моделька как по мне это судья с кишками на голове но почему-то гвшники не выдали мы никаких правил последние два юнита это все новые тоже соответственно великий какой-то там воин 300 очков восьмой муф четвертая стойкость 35 жизней 4 атаки 5 силы 3 5 урон как бы штука ну разрывать будет нормально если еще силу накинут на шестерку она будет вообще эти консервные банки шторм кастов просто вскрывать на ура за дубль игнорируем вертикальную дистанцию парня большая база да если стол заставлен или если противник как-то мини тюрки расставлять чтобы мы не пробежали через какой-то участок местности да то есть эта обилка тоже позволяет ему немножко как-то сманервировать и летающий абхарант 225 очков 10 муф 3 стойкость 20 жизней 4 атаки 4 силы с уроном 24 ну стандартный лидерский профиль здесь меня очень печалит что у него 3 этап нас и также варк риевский калькулятор но говорит что именно с четвертым тафносом он будет стойко стоить очень странно при учете что все у нас харанты они четвертой стойкостью а билка за дубль у него тоже достаточно интересно это условно телепорт но двух миниатюр то есть его и в пределах трех от него должен быть дружеский бойец двенадцатью вундами и меньше то есть это все наши миньоны но гули обычные и гвардейские соответственно условно он его хватает и перелетает куда-то в любой конец поля дальше пяти от оппонента и в пределах трех дюймов эти две миниатюрки должны поставиться то есть обилка стоит дубль достаточно интересная также у нас есть две банды в андерволт одна старая грим ватч и скинер кины там условно тетка повариха не кстати неплохой профиль за 160 очков четвертый муж четвертый этап нас 20 жизни и в стандартные лидерские четыре атаки четвертой силы с урона 24 единственное у скинер кин обилки достаточно странные но там есть интересные какие-то моменты с отыгрышем от жетонов как у пирогистов но это тяжело реализуемо на столе на самом деле что касается сбора банды на сейчас на сегодняшний день есть офигенная одна коробка это коробка спирхедов для флэшитеров у нас там идут абхаран лидер три наездника на мышах варгуль куртье и десятка грейфгвардов из этого на самом деле много всяких растерочков можно построить но они плюс минус будут либо завязаны на куртье и соответственно гвардии либо на наездников плюс гвардии единство как бы в чем будет нюансы хорошо убивать толстые жирные модели у нас может только варгуль в куртье все остальное у нас сильно будет размягчать средние юниты какие-то с четвертой тофной и так далее с третьей тофной то есть ну вот по факту из этого набора у нас может только один куртье кого-то крупного там типа ограф или что-то такое вырубать в целом фракция интересная но конечно гвшники чё-то тут намудрили вот в крайне обновлении предполагаю что в последующем аос покинут старые модельки они уйдут в олдворд это даже наверное отчасти уже видно по обилкам что обилки у новых и юнитов как-то они может быть даже и не имбовые но они более применимые что ли а а а а Продолжение следует...